всем привет ну что только что вышли со звездных войн столько хотели на них попасть наконец-то вот у меня даже стаканчик с чубакой это мой кумир в плане прически стараюсь ему соответствовать пил отсюда весь сеанс ну что я могу сказать на самом деле я не особый фанат звездных войн буду честен я просто люблю хорошие приключенческие фильмы и звездные войны всегда таковыми и были и перед просмотром было конечно много сомнений во первых дисней делает этот фильм во вторых режиссер абрамсом абброс или абрамсон не помню как конкретно фамилия ну в общем чувак который не отметился особо такими замысловатыми фильмами в третьих зачем уже делать седьмой фильм ну в общем было много сомнений тем не менее все-таки они развеялись мы посмотрели хороший приключенческий фильм без сомнений я рекомендую сходить на эти звездные войны я не думаю что разочаруются старые поклонники я не думаю что разочаруются люди которые никогда звездные войны не видели хотя есть даже такая шутка что если хочешь затеять драку скажи что ты никогда не стрелял звездные войны не знаю что это такое вообще много даже скетчей таких нету так что думаешь все представьте что такое звездные войны и на самом деле этот фильм особо от канона никуда в сторону не отходит и смотреть его интересно не скучно несколько там пару таких пафосных рассуждений проскальзывает в течение фильма но не длятся буквально там нет то есть создатели чувствуют грань и что мне больше всего понравилось что эти вот этот седьмой фильм больше всего похож на первую трилогию вот на четвертую пятую часть на новую надежду на возвращение джедая вот именно на эти фильмы они на 1 2 3 эпизод он такое прям видно что и костюмы подбирали в таком плане и ну много похожих хотя здесь есть и минус потому что вот сюжетно канва прям чувствуется чувствуются повторы с новой надеждой и возвращением джедая даже ну блин как как так чтобы не проспойлерить вы знаете как в новой надежде дарт вейдер должен был убить бена кеноби так и здесь типа злой один из персонажа должен убить одного из добрых персонажей как в новом джеда возвращение джедая люк скайуокер прилетала к обучению так и здесь новый джедай прилетает на обучение то есть очень ну и блин персонажи примерно в той же конве идут я даже представляю кто будет в следующих фильмах вместо кое-кого олицетворять это все так опять пустынная планета есть нет не татуин другая но опять пустынная планета потом они с ним куда-то что-то делают в общем но есть все таки вопросы в этом можно было бы как-то немножко по-другому это все сделать а то вот это ощущение повторности знаете как история пошла пошла по второму кругу есть тем не менее это совершенно не мешает смотреть фильм скучно не становится звездные войны никогда по моему мнению не отличались какой-то большой глубиной то есть это приключение там всегда есть вопросы и в плане почему слышны взрывы в космосе или вот в этом фильме есть вопрос почему на планете валяется крейсер он должен был по идее сгореть высоких слоях атмосферы но это все знаете такое побочное так если вы хотите провести интересное время в кино отвлечься развлечься то эти звездные войны самый раз всяком случае на данный момент в этом году я бы так сказал в этом году в плане приключений звездные войны только обыгрывает безумный макс все остальные приключенческие фильмы которые мы смотрели они были хуже по-моему это хороший комплимент если не сравнивать даже с другими звездные войны это просто хороший приключенческий фильм все я въехал в полосу темноты поэтому мы прекратили видеть слушаю лёшу халецкого ходите в кино посмотрите эти звездные войны на этом все покеда смотрите интересное кино